Продолжим тему образования. Школьникам Северного Казахстана разрешили ходить на занятия в свободной форме. Педагоги уверяют, что готовы закрыть глаза даже на джинсы и футболки. Главное, чтобы дети соблюдали санитарные нормы. Что еще нового сегодня в регионах, расскажут репортеры КТК. Северный Казахстан в зеленой зоне. Сегодня у нас впервые за год карантина встретились младшеклассники. Ученики с первого по пятый классы наконец снова сели за парты. Все происходило с учетом санитарных норм. Носить маски, соблюдать дистанцию в регионе, научились даже дети. Ученикам разрешили вернуться в школу полными классами при условии строгих санитарных ограничений. Каждый класс приходит на занятия в свое время. Следующий только через 15 минут. Родители могут провожать малышей лишь до дверей. На породе школьников встречают медработник и термометрия. Передвигаться по школе по-прежнему можно только по разметке. Все занятия, за исключением физкультуры, в одном классе. Школьные столовые работают, но и здесь каждый класс обязан соблюдать дистанцию. Пока ученики едят, уборщицы проветривают кабинеты и проводят влажную уборку. Единственное, что без изменений, сам учебный процесс. А вот в коридорах непривычно тихо. С друзьями из соседнего потока на перемене даже не увидится. Школы разрешено заполнять только на 30%. Но рады и этому. Сегодня вернулись наши дети, наши ученики. Они сели в один класс. Не виделись, выросли. Вот сегодня такое счастье было у детей. Они видели глаза друг друга. Когда группу все написали, что дети пойдут на школу, все родители были рады. Конечно, дистанционно дома родителям все трудно, все работают. По словам чиновников, на дистанционном обучении в младших классах до сегодняшнего дня училось чуть больше 1% ребят. Для некоторых родителей предложение вернуться в школу стало неожиданным. Нашлись и те, кто возмутился. В первую очередь тем, что так срочно собрать ребенка в школу трудно. Педагоги успокаивают. Приобретать школьную форму нет такой необходимости. Достаточно того, что есть у ребенка дома. И вот в этих вещах родители могут, конечно же, ребенка собрать и отправить в школу. Если ребенок не готов, либо психологически родители, может быть, не готовы. Бывают такие случаи, когда дети на дистанционке находятся у бабушек дома. Либо находятся где-то, может быть, не по местности находятся. В таком случае мы также подходим к этим вопросам с пониманием. В регионе надеются, что уже скоро сразу все ученики смогут вернуться за парты. Это будет зависеть от эпидситуации. Сейчас коронавирус подтвержден у 8 школьников. На карантин закрыто 8 классов в 7 школах. О ситуации на западе страны моя коллега. Октябрьские болельщики футбола ликуют им, наконец, разрешили посещать домашние матчи. Новые послабления карантина в регионе действуют уже с сегодняшнего дня. Футбольные фанаты ждали этого события целый год. Любимая команда вернулась в премьер-лигу и уже 20 марта проведет первый домашний матч. Правда, на стадион попадут не все. Согласно постановлению главного санврача области, проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешено при заполняемости не больше 20%. Хорошая новость и для школьников. С сегодняшнего дня ученики с 1 по 5 классы, а также выпускники 9 и 11 классов почти полностью вернулись к традиционному формату обучения. С 1 по 5 классы дежурные классы были не более 15 человек. А сейчас разрешается комбинированное обучение в общепризывательных школах. С 1 по 5 классы включительно. И в международных школах с 1 по 7 классы включительно. Но не более 25 учащихся в каждом. Впервые за долгое время актюбинцам официально разрешили проводить поминальные обеды в кафе и ресторанах. Но приглашать можно не больше 50 человек. Откроются и бильярдные с условием. Заполняемость залов не более 30%. Также заработали детские развлекательные центры, где расположены игровые площадки и аттракционы. В целом ситуация по коронавирусу в регионе стабильная. Мы по-прежнему уверенно находимся в зеленой зоне. За прошедшие сутки зарегистрировано лишь 5 новых случаев ковида. А далее ситуации на востоке страны. В Восточном Казахстане вслед за другими регионами тоже ввели послабление. Разрешили работу детских игровых площадок и аттракционов. Жители давно ждали этого, но санврачи предупреждают. Немало запретов все-таки сохраняются. В основном они касаются количества посетителей. Так строгие санитарные нормы необходимо соблюдать при посещении религиозных организаций, где разрешили совершение намаза и проведение коллективных богослужений. Поминальные обеды отныне тоже допустимы, только заполняемость залов не должна превышать 30%. Послабление предусмотрено на объектах общепиток, где будут проводить мероприятия по проведению поминальных обрядов. Послабление предусмотрено для биллиардных учреждений. Все они имеют право работать и наполняемость там допускается до 30%. Снова станут доступны спортивные состязания с небольшим числом зрителей. Правда, пока самый крупный спортивный зал семьи опустует. Зато открыли новые игровые зоны. Аттракционы обработали и приготовили к приему посетителей. От желающих нет отбоя, но принимают всех с ограничением по количеству. Ребятишки, конечно, стоит отдельно отметить, что они были очень-очень рады, потому что все соскучились по разным игровым зонам. И теперь надеемся, что с этим послаблением будем в скором времени проводить различные спортивные мероприятия. Послабление, конечно же, всех обрадовали, но врачи напоминают о необходимости соблюдения санитарных норм и дистанции. За сутки в регионе выявлено 55 новых больных коронавирусом, поэтому людям советуют не расслабляться и не пренебрегать мерами защиты. Корреспонденты КТК рассказали, как меняется ситуация с ковидом на местах. А мы идем дальше.